Вечер в Владимире продолжает свою работу и сегодня у нас на первом плане врач-гастроэнтеролог, заведующий терапевтическим центром первого клинического медицинского центра Олег Зайцев. Олег Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие телезрители, напоминаю, работаем для вас в прямом эфире и у вас есть возможность звониться к нам в студию по телефону 44 40 47. Итак, сегодня мы говорим о возможностях терапевтического центра, первого клинического медицинского центра. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое, что за терапевтический центр, называется так красиво, так ли все красиво на самом деле? Ну, нашему первому клиническому медицинскому центру 5 лет, мы как бы долго вставали на ноги, а вот последние где-то 2,5 года у нас утвердилась вот такая структура. Весь центр по различным специализациям был поделен на такие центры, например, хирургический центр, терапевтический центр, офтальмологический центр, кардиологический центр и так далее. По специализации. Каждый центр предусматривает, что есть поликлиническое звено, есть стационар, а в ряде центров есть свои операционные, например, у офтальмологического центра. Это обеспечивает такую колоссальную преемственность, очень удобную систему наблюдения и ведения пациента. Кроме всего прочего, каждый центр возглавляет практикующий врач. Это как играющий тренера, это очень здорово. Потому что мы как бы занимаемся не только руководством, но еще лечебной работой и работаем мы в теме тех процессов в медицине, тех как бы веяний, которые происходят на сегодняшний день. Что касается терапевтического центра, то в нем более 40 медицинских работников. Он также представлен поликлиническим звеном, где есть различные специалисты, у нас там несколько терапевтов, несколько неврологов, у нас есть гастроэнтерологи, да, вот я работаю гастроэнтерологом, есть психиатр, есть дерматолог, есть ревматолог, есть эндокринолог и так далее, так далее. У нас его есть стационар, куда мы направляем больных на лечение. У нас кроме вот этого терапевтического блока есть еще, входит в состав терапевтического центра физиотерапевтическое отделение, входит педиатрия, входит отделение медицинских осмотров, косметологический кабинет и стоматология. Вот такой большой блок, который называется терапевтическим центром. Если говорить о направлении деятельности терапевтического блока, то, конечно, это стандартная лечебно-диагностическая работа, но там есть свои особенности, потому что одной из больших составных частей нашей работы является профилактическое направление, которое у нас представлено различными такими диспансерными программами, а вот современные диспансерные программы широкие называются чекапами. Вот все знают, что есть такое направление, как профилактика. Легче болезнь профилактировать, нежели ее лечить, потому что она дешевле профилактика и более эффективна. И государственным приказом о диспансеризации, всеобщей диспансеризации населения, по определенному возрасту, кратному трем, человек может пройти бесплатно диспансеризацию в поликлинике, например, в обычной. Но набор обследований там небольшой, там как бы сделан упор на кардиологический, на метаболический блок, на выявление диабета, онкологические заболевания. То есть набор сделан, по сути, на человека, если у него нет никаких жалоб, симптомов? Ну, зачастую это... Современное представление о диспансеризации, оно очень разнообразное. И от каких-то минимальных точечных исследований, например, вот если я как гастроэнтеролог, у нас есть программа, называется, обследование желудка, или здоровый желудок, вот так называется. Маленькая программа, в которую входят некоторые анализы, которые говорят, анализы крови, которые говорят о желудке, консультации гастроэнтеролога, все. Маленькая программка и все. А есть большие программы, подробные программы диспансеризации, которые мы называем чекапы. Чекап с английского это проверка, проверка здоровья. И у нас несколько видов чекапов. Чекап для женщин, чекап для мужчин и чекап в предиатрии. Чекапы они бывают до 40 и после 40, потому что немножко болезни разные. Там возможности обследования гораздо шире, там гораздо больше набор обследований. Например, если мы берем чекап для мужчины до 40 лет, туда входят 7 консультаций различных специалистов, туда входят 9 инструментальных обследований и 29 анализов. Послушайте, необходим стационар. Значит, вот чем хороши чекапы, то вот эти обследования можно провести в течение дня. Особенно если пациент местный, у меня есть ковровщанин или рядом живет. Если пациенты иногородние, и нашими чекапами очень часто пользуются иногородние, то они действительно на один день, всего лишь на один день закладывают стационар. Технологически эта система отработана. Эта система у нас очень популярна среди наших пациентов. Ну, можно даже сказать не пациентов, а клиентов, даже так можно сказать, потому что приходят здоровые люди. Особенно люди, которые занимают определенную активную позицию в жизни. Им некогда болеть. Это люди от 30 до 50 лет. Им нужно провериться, убедиться, что все хорошо. Или есть какие-то изменения в организме, сделать поправочки. И дальше заниматься своими делами. Потому что болеть и лечиться гораздо дольше и сложнее. Поэтому иногородние на один день госпитализируются. Но это не будет вот так, что я приехал в центр, купил чекап, сразу лег. Нет. У нас, видите, центр сейчас популярен. Мы уходим в топ-50 ведущих клиник России. И поэтому у нас есть очереди. А обследование, диспансеризация чекапа – это вещь плановая. Поэтому либо через сайт, либо по телефону можно позвонить. У нас среди клиентской службы есть ответственность за это. Связываемся с пациентом. Например, за 2-3 недели мы планируем программу обследования, чтобы он приехал, чтобы все было по порядку, чтобы сразу прошло это, это, это и все. Потом дали заключение, дали рекомендации и пациент ушел. То есть от мелких таких профилактических программ до таких обширных, больших. И вот это направление, я считаю, очень перспективное, очень важное и проводится на самом современном уровне, потому что центр наш обладает шикарной аппаратурой и шикарным коллективом. Ну вот обязательно об методах диагностики, о возможностях сейчас поговорим. Есть звонок зрителя, давайте его выслушаем. Алло, Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, можно у вас у гостей узнать? А как пройти тест у психиатра бесплатно? Какой тест он может мне поставить? Тест у психиатра бесплатно? Ну у нас как бы психиатр не входит в наши чекапы. Вообще нужен психиатр в чекапе? Он входит в рамках профосмотров, он там работает, да, там когда проводятся профилактические или периодические профосмотры, или человек устраивается на работу, там психиатры есть. Но таких специальных психиатрических чекапов у нас нет. Поэтому если есть какие-то проблемы, то лучше обратиться к нашему психиатру и как бы все пройти и с ним все обсудить. Специальных каких-то тестов. Я бы так сказал, вот в рамках своей клинической практики, есть некоторые шкалы психиатрические, которые могут оценить тревожное состояние у пациента, депрессии. Они есть в интернете, и пожалуйста, вы можете в интернете их посмотреть, например, посмотрите, я могу посоветовать этому пациенту, не знаю, что там с ним. Видите, и звонил Игорь, а вроде женский голос тебе показалось, да. Есть такая шкала HATS, по английскими буквами HATS, оценка тревоги и депрессии. Пожалуйста, вы можете бесплатно протестироваться, если там количество баллов будет выше. Пожалуйста, эти вещи есть. Но вот у нас все-таки комплексные обследования, где не только там простой тест, да, а где и анализы, и специалисты, и сложные инструментальные обследования. Если возвращаться, вот, например, к ЧК по мужскому здоровью, то и специалистов, и до 2 консультации терапевта в начале и в конце, это уролог, это офтальмолог, это невролог, да, если нужен кардиолог. И обследование ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочеполовой сферы, легкие спирограммы, рентген легких спирограммы и масса других обследований. Бывает так, что пациент начал проходить ЧК, приходит, вроде бы кто проверится, а мы находим какую-то штуку, которая нам требует уточнить, уточнение. И, пожалуйста, и тут мы можем предоставить нашему пациенту всю мощь нашего центра. Это и компьютерные томографы, и магнит-резонанс томографы, и эндоскопические обследования, и лабораторные обследования, так скажем, которые делаются на самом-самом высоком мировом уровне. Поэтому вот пройти сжато это обследование, это очень, считаю, важно. Вот расскажите, какие диагностические процедуры используются при общем, допустим, ЧКПе? Возможно, давайте вот все-таки, так как вы гастроэнтеролог, ЧКП, допустим, желудка, здоровый желудок и так далее. Какими обладает Первоклинический медицинский центр? Каким оборудованием? Ну, если говорить об оборудовании, то, например, я как гастроэнтеролог, например, практически на 99% удовлетворен тем, что у нас есть в центре. Почему на 99%? Потому что 1% на развитие. У нас шикарный эндоскопический центр, который входит в структуру хирургического центра. Это уникально, я считаю, что эти коллеги, этот центр сделал, на мой взгляд, революцию в области и в регионе нашем. Потому что к нам едут отовсюду. У нас центр известен, заведует центром Владимира Алексеевича Воробьев. Уникальная аппаратура, которая мало где есть, с видеофиксацией. То есть не просто протокол написали, а все, что увидели, записали внутри и храним в виде видеофайла. Например, берутся биопсии, если нужно. Проводится эндоскопическая операция. То есть для меня, как гастроэнтеролога, это очень здорово. У нас мощнейшая лаборатория. Я не знаю, что мы не делаем, честно говоря. То есть вот все, что я хочу, как врач, то, что мне нужно. У нас шикарное деление функциональной диагностики. КТ, МРТ, УЗИ, современные. Очень контактные коллеги. Вот нам Асконе было 30 лет, холоднее у Аскона, да, и Владимир Холсидов поступал. И сакцентировал на то, что мы действительно одна семья. Вот это самое большое достижение. И вот наша команда, которая есть внутри центра, вот это тоже позволяет активно и эффективно обследовать пациентов. Еще раз говорю, если у пациента возникает необходимость выйти за рамки ЧКП, да, пожалуйста, мы можем предоставить. Еще вот продолжение вашего вопроса, да, особенность нашего терапевтического центра, что мы вот чем отличаемся от обычных поликлиник, у нас ведь не просто приемы. Но у нас как бы, если хотите, вот внутри нашего терапевтического центра, еще есть как бы, я их называю микроцентры, да, например, микрогастроэнтерологический центр. Потому что гастроэнтеролог кроме приема занимается пашметрией делаем, кислотность измеряем, делаем исследование печени, которая называется эластометрией печени, которая заменяет биопсию печени, ничего не протыкает, никого не уколет, просто аппарат так стучит по пациенту, да. Делаем такое исследование тонкой кишки, как водородный дыхательный тест, очень большую информацию получаем о тонкой кишке на основании выдыхаемого воздуха. Вот как ГИБДД проверяют на алкоголь, так же мы проверяем кишечник, например. Если берем наших неврологов, то неврологи, кроме того, что ведут обычный прием, делают манипуляции, например, занимаются ботулинотерапией, потому что ботулотоксин он не только в косметологии, да, но он по лечению многих мышечных заболеваний, кем занимаются неврологи. Если мы берем ревматолога, да, то он занимается, кроме всего прочего, лечебными пункциями суставов. То есть вот так, то есть отделение работает как бы по абсолютно современным стандартам, и причем мы знаем, куда нам еще дальше двигаться, еще развивать, потому что мы считаем, потому что настолько сейчас меняется медицина и столько всего нового, и хочется, хочется это внедрить. Ну и, как я понимаю, одна из особенностей, это в том числе наличие стационара, потому что немногие клиники, а точнее, практически никто не может похвастаться наличием стационара непосредственно. Это особенность. Насколько это важно для пациента? Ну вот, если брать Чикапа, да, то есть приехал человек иногородний, может госпитализироваться, да, госпитализируется в палату, которая напоминает гостиничный номер, то есть вот со всеми атрибутами гостиничного номера, да, причем это больница. Терапевтический стационар оказывает плановую медицинскую помощь, мы не экстренные. Но если нужно полежать, пообследоваться, полечиться, пожалуйста, то есть опять-таки это заранее, через консультацию нашего специалиста, там по профилю, да, там, например, гастроэнтеролога могу направить там для лечения. Вот. Это очень большой подспорь, причем наша больница настолько компактна, да, это все рядышком, да, я могу как гастроэнтеролог сходить навестить пациента или попросить пациента, чтобы зашел ко мне, да, вот, то есть вот эта преемственность. Конечно, вот сейчас такая проблема, мы расширяемся и площадей немножко не хватает, да, и как бы приоритет сейчас дается, например, кардиологическому центру, хирургическому центру, офтальмологическому, у них там свои коечки. Но, тем не менее, вот присутствие стационара, это, я считаю, чрезвычайно важная вещь, опять-таки же, и консилиумы, и коллегиальные тут, ведение пациентов, это все есть. Конечно, это большое преимущество наше, это колоссальное преимущество перед другими центрами, у которых этого нет. Ну, может быть, это, как говорится, вопрос такой, практически риторический, я почти знаю ответ, но, тем не менее, обязательно спрошу, наличие сейчас, мы находимся в пандемии, вот здесь, вот эти все санитарно-охранительные режимы и так далее, каким образом соблюдаются? Да, мы работаем в рамках тех регламентов, которые сегодня существуют в условиях эпидемии и которые даны нам Роспотребнадзором. Мы не можем госпитализировать планового пациента, любого пациента, не проверив его на наличие ковид, на ПЦР. Ну, и, тем не менее, соответственно, те пациенты, которые находятся у вас в центре, они могут быть спокойны относительно того, что не... Конечно, да, никто не отменял масочный режим. Ужесточение пропускного режима, да, то есть, если пациент лежит, сейчас мы ограничили посещение родственников. Вот эти ДС-средства, да, защита врачей, защита персонала, это тоже имеет место быть. Но сейчас, как бы, был, мы жили в период третьего этапа снятия ограничений, но вот сейчас, видите, немножко нарастает все, это ожидаем. Но пока мы работаем, как бы, в рамках вот той ситуации, которая называлась третьим этапом снятия ограничений. То есть, это масочный режим, да, это проверка на ковид при госпитализации. Ну и, конечно, мониторинг, это термометрия ежедневная, обязательная, да, оценка состояния пациента, если он в стационаре, потому что нам нельзя допустить вспышек, там, инфекции, в том числе ОРЗ, различные, в том числе и коронавирусные инфекции внутри стационара. Затем, что за контролем. Но тем важнее следить, да, за собственным здоровьем, тем важнее проходить вот те самые чекапы. Вот, Олег, скажите, каким образом пациенту самому разобраться, выбрать то обследование, которое ему необходимо? Ну, чекапы во многом строятся по тому приказу, который есть у нас и данным Минздравом по диспансеризации, он просто расширен, да. А там ориентировка идет на две вещи, на пол и на возраст, потому что у каждого пола есть свои особенности по заболеваниям. И с определенного возраста начинают дебютировать все или иные заболевания, риски повышаются. Поэтому у нас есть программа, например, здоровье мужчины до 40, здоровье мужчины после 40, здоровье женщины до 40, здоровье женщины после 40. То есть, вот если брать обычный чекап, который похож на диспансеризацию, то надо ориентироваться на две эти вещи. Если пациент считает, что у него какие-то вот что-то не так с сердцем, да, он может пройти миникум или получить у нас программу обследования сердца, даже здоровье сердце. Если он чувствует какие-то там непорядки с желудком, с пищеварением, программу там здоровья желудок. То есть, вот он должен и на свои ощущения ориентироваться, на свой возраст, да. Ну, еще такую вещь, я бы порекомендовал бы пациентам, брать внимание на наследственность. То есть, если там какие-то онкологические были заболевания, или там ближайшие родственники часто страдали сердечно-сосудистой патологией, на эти вещи тоже ориентироваться и приобретать тот чекап, который тебе наиболее подходит. Вся информация чекапов широко представлена, очень подробно на нашем сайте. Насколько на сегодняшний день вообще наши граждане активно проходят вот эти самые чекапы, или все-таки идут уже тогда, когда что-то заболело? Ну, вот ситуация вот за последние пять лет, я считаю, кардинальным образом изменилась. До людей достучались, что все-таки профилактика это очень важно. Потом вообще есть такой тренд у нас в стране, да, здоровый образ жизни, да, вот эти. Спортивные центры строятся, популяризируют спортивный образ жизни, война там с алкоголем, с курением, это все очень, очень важно. Вот, и мы видим, что идет большая масса пациентов, которые хочут просто пообследоваться. Мы пришли, даже не просто приходят к врачу, вот что беспокоит, не хочу проверить на миру, он пищеваренный. Да, но я могу дать вот сказать, что, например, за этот год у нас было реализовано около сотни чекапов. Я считаю, что это достаточно много. Для нашей клиники это достаточно много. Насколько, что чаще всего обнаруживается вот на чекапах и вот насколько важна вот эта ранняя диагностика любого заболевания? Еще раз говорю, заболевание легче профилактировать или полечить на ранних стадиях, чем лечить уже как бы развернутую болезнь. Безусловно, это сердечно-сосудистая патология, это повышенный уровень холестерина, это гипертоническая болезнь. То есть то, что в принципе может никаким образом не проявляться симптоматически? Совершенно верно, это повышенный уровень сахара в крови, это нарушение обмена мочевой кислоты, да, вот такое заболевание, подагра все слышали, да, но это заболевание вроде суставы бьет, но там ведь и почки поражаются достаточно сильно. Вот, и изменения в анализах, да, если брать еще вот, вернусь назад, например, мы можем найти скрытые заболевания печени, вот то, что касается гастроэнтеролога, да, то есть приходит там человек из бизнеса, у него обычный режим, да, он там либо с коллегами по бизнесу встречается, они там коньяк или там виски выпивают, да, или по выходным он где-то в бане отдыхает. Ну вот решил провериться. И вот смотрим вот этот многомесячный образ жизни вот такой, мы видим у него печеночные анализы изменены, мочевая кислота повышена, сахар гуляет, и мы ему говорим, стоп, да, во-первых, давай-ка вот тут-тут-тут притормозись, или начни вот такое-то лечение, и придешь к нам там через месяц, через три, посмотрим, к чему привел этот образ жизни. Или мы видим, например, там избыточные веса у пациента, да, там, может, это бич сейчас стало, да, у нас каждый третий пациент с печенью, это пациент с ожирением идет, да, вот, центр тоже занимается, там, бариатрической хирургией, мы видим, например, колоссальные вещи у наших хирургов, когда они оперативным путем лечат ожирение, то есть они делают, убирают часть желудка, и пациент меньше ест, и там теряют вес по 40-50 килограмм, и улучшается ситуация, катастрофически я бы сказал, улучшается ситуация по диабету, по гипертонии, по обменам каким-то процессам, люди возвращаются к здоровому образу жизни, это очень здорово, это очень приятно видеть. Есть ли шанс, что, так как это все-таки такое профилактическое мероприятие, мы очень часто считаем, что, ой, ну, там, посмотрят, нет жалоб, и нет жалоб? Нет, вот мы с вами говорим о том, что заболевания начинают, дебютируют скрыто, без жалоб. Когда жалобы есть, значит, уже поломка, это вот так у нас сигнальная система устроена. А ведь до этого идет много-много месяцев, недель, даже лет скрытое протекание заболевания. Которое можно, по сути, вылечить даже без таблеток. Конечно, да, да, мы видим там, у человека повышенный, немного повышенный уровень глюкозы в крови, или там, гликированный гемоглобин. Ну, скажем, ага, у тебя там ожирение первой степени, на велосипед, на шнурки, на рот занимайся, и давай, конечно, через три месяца перепроверимся. То есть мы заставляем его поменять образ жизни, потому что болезни, основная масса болезней, это наш образ жизни. Итак, для того, чтобы попасть на чекап, как я понимаю, нужно позвонить по телефону горячей линии первого клинического медицинского центра, там озвучить свои пожелания, то есть какой-то полный чекап или какого-то определенного органа. Согласовать время обследования, с пациентом свяжется наша клиентская служба, когда он приехал, все удобно, все будет, центр ориентирован на пациента. Ну, и если будет необходимо, то, в принципе, на один день можно остаться в социальной. Конечно, конечно. Ну, что ж, спасибо большое, напоминаю, наш гость сегодня, врач-гастроэнтеролог, заведующий терапевтическим центром первого клинического медицинского центра Олег Зайцев. Олег Вячеславович, спасибо вам большое. Спасибо, пожалуйста, приходите.